ПЕСНЯ Дети – наше будущее. Эти два понятия слились в одно целое. Ради нашего будущего, ради наших детей, отстаивали мы завоевание октября. Ради наших детей, ради нашего будущего, встроим мы коммунизм. Ради светлого будущего воспитываем своих детей достойными продолжателями наших идей и дел. И мы очень хотим, чтобы ничто не омрачало дни их детства. Велики наши победы внутри страны и на мировой арене. Нашу борьбу за разрядку международной напряженности приветствуют все люди доброй воли во всех уголках земли. И мы спокойно смотрим в будущее, так как уверены в своих силах и правоте своего дела. Но есть еще реакционные круги, которые не могут смириться с ростом прогрессивных сил. Постерпев крупные провалы во внешней и внутренней политике, империалисты все больше усилий направляют на подрывную идеологическую деятельность против сил социализма. Самые разнообразные средства используют они для этого. Возьмем хотя бы радиоэфир, который не знает границ и этим свойствам особенно привлекает организаторов идеологических диверсий. Радио «Свобода» заканчивает сейчас свои передачи на данной частоте. Это голос известной станции, официально состоящей на содержании монополистов Америки, руководимой непосредственно Центральным разведывательным управлением США. Вы слушаете радиостанцию BBC из Лондона. Наша передача закончена. Это голос тоже из-за рубежа, голос BBC, тоже работающий в тесном контакте с буржуазной разведкой. Обратим ваше внимание на то, что передачи с этих и им подобных вещательных центров ведутся не для радиослушателей своих стран, а нацелены на наших слушателей. Они звучат на русском языке и с определенной целью исказить представление о реальных политических процессах, происходящих в мире, оболгать нашу действительность. Дорогие радиослушатели, вы можете с этой станции слушать евангельские передачи на разных славянских языках. А это безобидные, на первый взгляд, передачи для верующих. Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом. Нам нет надобности знать весь объем скрытых законов и сил природы, чтобы знать что-то, о чем мы читаем. Суть чудеса. Мы не ставим целью комментировать содержание. Отметим только, что для религиозных программ представляют свои частоты немецкая волна, Кёльн, Ферге, свободная Европа, Мюнхен, Ферге, голос Ант, Эквадор, Монте-Карло, Монако, голос Востока, Филиппины и другие враждебные нам вещательные центры. Наряду с воскресными богослужениями ведутся и целенаправленные передачи с задачей посеять у доверчивых верующих семена сомнений к нашему советскому образу жизни. Одним словом, исторический характер чудес, совершенных Христом, не подлежит никакому отрицанию. На такого рода передачи, явно идеологически диверсионного характера, тратятся большие деньги. А так как баптисты не ахти уж как богаты, то нетрудно догадаться, кто субсидирует эти немалые затраты, кто стоит за спиной этих религиозных организаций. А это еще один путь, широко используемый нашими зарубежными противниками в деле распространения среди наших советских граждан своей буржуазной идеологии. По каналам международного почтового обмена, без риска быть пойманными за руку, они сотнями, тысячами экземпляров засылают идеологически вредную литературу. Примечательно, что адреса получателей часто бывают неточными или старыми, из чего ясно, что отправители пользуются устаревшими, случайно добытыми справочниками. Отлично понимая, что засылаемые по почте листовки и газеты антисоветского содержания превращаются в муклатуру, они постоянно ищут новые формы. И вот среди почты, доставляемой нашим гражданам, часто попадают письма от совершенно незнакомых лиц и организаций, находящихся в ряде буржуазных стран. Корреспонденция бывает написана от руки или, возможно, на ротаторе. В этих письмах предлагается познать религиозную истину, в большинстве случаев евангельскую. Как правило, прикладываются богословские рефераты, где весьма примитивно доказывается несостоятельность материализма и утверждаются религиозно-идеалистические представления о мире. За подписью профессоров богословия, проповедников-евангелистов и других доброжелателей делаются попытки убедить читателя, что только христианством можно разрешить все проблемы века. Но ответим, что на письма, прибывшие из Англии, Франции, Бельгии, с брошюрами, изданными в Америке и ФРГ, предлагается отвечать в Швейцарию или скандинавские страны. Как правило, все подобные письма остаются без ответа. Вот что говорит один из адресатов. Я получил письмо из Франкфурта на Майне с вложением религиозного содержания. Здесь Евангелие от святого Иоанна. Ну, меня несколько эта корреспонденция удивила. Что может быть у меня общего с этой фирмой, распространяющей церковную макулатуру? Чем я заинтересовал западно-германских поклонников Иисуса Христа? Да. Неужели они думают, что своим церковным бумагоморанием они могут тронуть сердце человека, сердце советского человека? Да, у меня есть вера. И эта вера состоит в том, чтобы служить народу, самому трудиться. Это высокая вера коммунистической морали. Они даже подтасовывают выдержки из произведений Максима Горького в пользу своего Иисуса Христа. Но ведь всему миру известно, что наш Горький, буревестник пролетарской революции, той самой революции, которая вырвала человека из лап церковного бракобесия, имя Горького, друга Владимира Ильича Ленина, дорого нам, оно принадлежит коммунистическому мировоззрению. А видно, что этим же дорогим именем пытаются спекулировать западно-германские братья во Христе. Я сейчас живу на новой лучшей квартире. Мне ее дала советская власть. Пишу новые книги. Их будет издавать государственное издательство. Так что мне всегда было не по пути с Иисусом Христом. А сейчас в преклонном возрасте тем более. Но несмотря на подобные неудачи, зарубежная реакция настойчиво продолжает искать, на кого бы оказать свое воздействие. И находит. Перед вами наиболее оголтелые активисты евангельских христиан, баптистов-откольников. Об этой общине, а точнее секте, мы расскажем немного позже. А пока посмотрим вот это. Один из обнаруженных у баптистов этой общины тайник с нелегальной литературы. Уже знакомые нам философские сочинения, в которых, прикрываясь именем Божьим, в более или менее откровенной форме звучит подстрекательство вести борьбу за свободу религии в СССР. Авторы отлично знают, что у нас церковь отделена от государства, и Конституцией гарантирована свобода гражданской совести. Учитывая, что религия, идеология, противоположная марксистско-ленинскому учению, зарубежные пропагандисты видят в этом один из каналов для протаскивания в нашу среду своих буржуазных мировоззрений. И порой находят поддержку у всякого рода дельцов от религии, спекулирующих на чувствах верующих, скрытых противников нашего образа жизни. Об актистах-откольниках на характеристике их антиобщественной деятельности мы решили остановиться поподробнее. Течение в современном баптизме, называемое откольниками, возникло в 60-х годах. Оно объединило в своих рядах наиболее фанатичную часть баптистов, недовольных слабой, по их оценкам, деятельностью зарегистрированных общин Иванович Кристиан Баптистов и их Центра. Отличительной чертой, характерной для деятельности отколовшихся групп, стало, во-первых, проведение тайных молитвенных собраний, в то время как есть открыто действующие молитвенные дома. Во-вторых, подпольное изготовление вожаками-откольников и распространение так называемой духовной литературы. Хотя все действующие в нашей стране в соответствии с советским заказательством о культах, религиозные организации, русская православная церковь, совет еванских христиан-баптистов издают и открыто распространяют для потребностей верующих религиозную литературу. В-третьих, на молитвенных собраниях откольников почти всегда присутствуют дети. Там их приучают молиться, читать религиозные стихи, петь религиозные гимны. Активисты откольников неоднократно пытались создавать кружки и обучать несовершенно летних религии, что категорически запрещается существующим в нашей стране законодательством. Необходимо отметить, что главаря общин сознательно, извращенно толкуют положение Конституции СССР о религиозных культах, подстрекают своих братьев и сестер не выполнять и добиваться отмены действующих законов, тем самым противопоставляют верующих нашему государственному строю. Грубо нарушая законности, вызывая конфликты с органами власти, оголтелые вожаки выдают это загонение на церковь, чем способствуют нашим зарубежным идеологическим противникам. Вот за эти нарушения наших советских законов после неоднократных предупреждений был привлечен к суду гражданин Савенков по статье 42, часть 2 Уголовного кодекса РСФСР. Михаил Савенков один из просвитеров упомянутой нами секции. Он один из тех, кто не желает считаться с общественными нормами жизни, не только сам грубо нарушает их, но и ведет за собой своих доверчивых братьев и сестер по вере. И как не играл на суде он в тихого святого, опровергнуть обвинение не мог. Да вряд ли можно опровергать очевидное. Нам удалось побывать на некоторых так называемых молитвенных собраниях. Причем на конспиративных собраниях, так как баптисты, откольники во избежание негодования соседей почти каждый раз собираются по новым адресам. Чего же опасаются организаторы этих сборищ? Что скрывают? Оказывается, есть что. Под видом преклонения перед Христом в общинах развивается религиозный фанатизм. Злопыхательски критикуется наша советская жизнь, ее идеалы и принципы. В угоду активистов секты повышается миссионерская деятельность. Каждое такое сборище служит делу антиобщественной пропаганды. На первый взгляд безобидные кинокадры. Но вгледите. Разве не видна их замкнутость в жизни, безразличие к проблемам общества, ограниченность в мировоззрении? О том, какие духовные качества стремятся сформировать вожжаки-откольников у верующих, особенно молодых, на какие ценности ориентируют их в жизни, можно судить по содержанию религиозной литературы и проповедей на молитвенных собраниях. Их характерной чертой является пафос антиобщественных настроений, неприязнь к нашему социалистическому образу жизни. Очередительство нашей действительности. Наш народ, говорится в одной из таких проповедей, ничего не имеет, кроме греха и беззакония. Из человека выхолощиваются его сущностные качества, творца, деятеля, созидателя. Мы бедные создания, мы немощи полны, поют баптисты, мы добрые желания исполнить не вольны. Из сознания молодых людей выветриваются гражданские патриотические чувства. О жизни на земле говорится, мы все тут временные гости, и нам не Родина, земля, и надо, надо нам стремиться, стремиться в райские края. Какие плоды приносит длительная обработка сознания верующих в общинах, можно заключить по тетради молодой девушки. В этой пухлой тетради, которая написала на протяжении ряда лет, ни одной уважительной строчки о наших людях, их делах, ни одного доброго слова по жизни. Невольно вспоминаются слова Горького. Человек это звучит гордо. А вот в стихах 17-летней девушки о человеке, его роли и месте в жизни написаны такие строки. Гость на земле из всех гостей ты человек всех грешней. Твой дух игра слепых страстей, мысль смена заблуждений, деяние воздухо хваток, жизнь безостудия детей поток. Духовные отцы откольников немало прикладывают усилий, чтобы оторвать молодое поколение от нашего образа жизни, от соблюдения гражданственности, приобщения к культурным ценностям общества. Но за это же ратуют и наши зарубежные идеологические противники, вынашивая идеи подрыва социалистической системы изнутри. И давайте подумаем, кому выгодны следующие факты. Любовь Ивановна Черенкова, приобщившись к порядкам секты, превратилась в отпетую фанатичку. Она и детей своих потянула за собой, а их у нее девять. Одна из ее дочерей Вера, уклоняясь от общественной жизни, добровольно отреклась от жизнерадостной молодости во имя спасения своей души. Ее сын Николай под воздействием фанатиков отказался от службы в армии, то есть быть защитником Родины. Георгий Артеменко, брат во Христе, под нажимом главарей бросил институт. Да мало ли среди этих поющих бредовые псалмы еще искалеченных молодых судеб. Кому же это надо? А теперь внимательно вглядитесь вот в эти кадры. дети, даже малолетние. Зачем они тут? Что могут почерпнуть незрелые умы ребят из уст взрослых мракобесов? Некоторые смутно, подсознательно догадываются, что участвуют далеко не в праведном деянии. Не уверены, что пройдет немного времени, и сама жизнь, в которую они только вступают, поможет разобраться им, где настоящее добро и где истинное зло. И им станет мучительно стыдно. И скорее не за себя, а за тех взрослых, которые силком за руку когда-то увозили их от настоящей, интересной и замечательной жизни. А пока отцы слуг Господних из кожи лезут, чтобы всяческими путями затянуть детей в свою туманную паутину. Одним из самых лопиющих беззаконий, наиболее вредными по последствиям действиями прописков-откольников являются попытки Щерских, Савенкова, Михальской создавать кружки и обучать несовершеннолетних религий. Совет Церквей подпольно издал и распространил целый ряд наставлений родителям по реализованному воспитанию детей. Пользовались откольниками, изданными за рубежом и изданиями специально для воспитания детей. Авторы учли особенность детской психологии, несамостоятельность, некритичность мышления детей, доверие их к тому, что говорят им старшие. И поэтому рекомендуют воспитывать, начинать воспитание с самого раннего возраста. Малышам говорят, вы еще маленькие, но вы уже много нагрешили. Родители не все видят. Бог видит все ваши проделки. Поэтому просите у него прощения, иначе он сурово накажет вас, не возьмет к себе на небеса. головы детей забивают вздорными понятиями об ангелах, дьяволах, чудесах. Больше всего заботятся откольники о воспитании страха Божьего в некрепшей душе ребенка. Урок 53 специально посвящен страшному суду. Ребятам рассказывают, придет день, когда Бог сожжет весь мир. Страшно смотреть, когда горит один дом. Еще ужаснее, когда будет гореть вся земля. Тех, кто не любит Бога, он оденет в цепи и бросит в огонь. Вы можете избежать этой участи, если будете любить Бога. Религиозное воспитание очень пагубно сказывается на детях, но раздваивает их сознание. В школе их учат одному, родители твердят другое. Их уверяют, что неверующие, в том числе и дети, это люди второго сорта. Им советуют держаться в стороне. Советуют держаться в стороне от своих сверстников, которыми вместе ходят в школу, сидят за одной партой, учатся по одним и тем же учебникам. Их стремятся воспитывать страхи Божьим, служить Господу всей душой, не понимая и не задумывая, что нужно для детской души. «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя» кто же стоит укормила правление этой общины? Какие святоши руководят доверчивыми братьями и сестрами? Судимый ранее за мошенничество Андрей Ларшин, один из организаторов раскола. Выходец из кулаков Сергей Голев, неоднократно судимый за антиобщественную деятельность. Бывший шкуровский казак Семен Токарев, чей дом не без корысти предоставляется для тайных сборищ. Многоженец Василий Соловьев, иногородний проповедник. Благовестник Григорий Сенцов, занимающийся распространением нелегальной литературы. Уже знакомый вам смиренный Михаил Савенков. Для его характеристики мы воспользуемся своим присутствием на суде и вернемся на несколько десятилетий назад, в грозные годы Великой Отечественной войны. На полях сражений шла невиданная схватка со злейшим врагом. А в это время Михаил Савенков в гитлеровском тылу в Аф-3 проходил курс специального баптистского обучения под руководством знатока своего дела немца Фулбрайта. С нами Бог. Эти слова были выбиты на поясных пряжках фашистских захватчиков. С нами Бог. Такими словами напутствовали пастыри, в том числе и Фулбрайт, солдат вермахта на ратные дела. Повторяли эти слова и готовившиеся или будущие проповедники, среди которых был и Савенков. Усердно заучивали они утешительные проповеди апостолов о спасении души и о том, что Христос явил миру любовь не только к ближнему, но и к врагам своих. А по родной земле шли гитлеровские вандалы, жгли, громили города, селения, убивали мирных граждан. Сколько таких зверств, освященных именем Бога, помнит и наша Воронежская земля. Пепел наших земляков до сих пор стучит в сердце. О чем думали в ту страшную пору Савенков и его коллеги по религиозной школе? О чем думал он потом, когда уже в мирные дни такими же отщепенцами, как и сам, под личиной веры развивал ханжескую деятельность? Он не сказал об этом на суде. Да и что он мог сказать, когда его каждодневные дела говорят куда более красноречивее? Народный суд приговорил Савенкова к тюремному заключению. Приговор может быть отравлен и не дневный строк. Вышестоящий институт. Но вернемся к началу нашего фильма, где мы говорили о засылке в нашу страну. Даже у верующих она не пользуется поддержкой. Ведь таких мракобесов, о которых мы только что рассказывали, считанные единицы. Большинство верующих в СССР честные труженики, патриоты своей родины. Да и религиозность в нашей стране с каждым днем утрачивает свои силы. Мы хотим познакомить вас с тем, что произошло сравнительно недавно в одном селе. В нашем селе Сухой Донец, где я работаю учителем уже свыше 25 лет, были очень обширные религиозные обряды. В этих религиозных обрядах участвовало почти все население. Порой на работу выходило гораздо меньше, чем на религиозные обряды всякого рода крещения, венчания и просто религиозные моления. Конец религиозному дурману наступил тогда, когда мы стали широко и активно противопоставлять религиозным обрядам наши новые торжественные церемонии, наполненные нашим советским содержанием. Мы проводили праздники чествования тружеников села, торжественной регистрации младенцев, новобрачных, коллективные дни рождения, провода в армию и многое-многое другое. По мере накопления новых обрядов быт и жизнь нашего села верующие все меньше и меньше обращались к церковникам. Наконец наступил такой период, когда правление колхоза и сельский совет решили собрать общий сход тружеников, на котором повести речь, чтобы покончить с религией, которая мешает нашему укладу жизни. Результаты были такие, каких никто не ожидал. Сами верующие разоблачали не только своих братьев и сестер, но и самих себя. Они говорили о том, что лучше чествовать предовиков труда своих соседей, чем поклоняться какому-то Ивану Богослову, которого никто никогда не видел и никто о нем ничего не знает. На этом сходе было принято решение окончательно порвать с религией, поснимать иконы и уничтожить молитвенники, что и было сделано. Разговор на сходе умеренных идеологических противников, мы хотим закончить, предоставив слово уважаемому в нашем городе человеку, который выражает позиции всех наших граждан. В течение года уже более 40 лет занимаясь различными разделами хирургии и наукой я довольно много писал научных работ. И в общей сложности их опубликовано свыше 200. В основном в наших научно-медицинских центральных журналах часть уже они печатались за рубежом. Я их доклады участвовал также в международных конгрессах, симпозиумах, различных конференциях и так далее, на которых выступал с докладами. Затем был избран действительным членом Международной Ассоциации Хирургов штаб-квартиры, которая является Брюссельем. Естественно, что я получал немало различных корреспонденций как от наших ученых, так и за рубежом. И вот среди этой деловой переписки, среди этих писем и научной литературы мне стали попадаться и мне стали присылать письма и печатные издания, носящие религиозно-пропагандистский характер. Ну, естественно, обратить меня в какую бы то ни было веру, это совершенно бесплодная попытка. Меня выросшего и воспитанного на принципах и идеалах марксистской диалектики невозможно, конечно, склонить ни к какому мистицизму. Они прекрасно это понимают и сами. эти глупые попытки провокационного характера вызывают у меня с одной стороны улыбку, конечно, на лице, а с другой стороны вызывают гнев и возмущение. Но тут же вполне понятно возникает и другая мысль, что зачем же мне, собственно, советскому ученому, коммунисту присылать подобную бредовую литературу. Очевидно, я так подумал, что я попал в поле зрения неких разведывательных организаций, которые, несомненно, стоят за спиной этих самых святых отцов. Из этого надо сделать вывод нам, что как же зорко и как внимательно наблюдают за нами и за рубежом. Они пытаются завязать с нами, как видно, сначала такую невинную совершенно переписку, а потом, по всей вероятности, дискредитировать нас. за рубежом и за рубежом Субтитры подогнал «Симон»